Приветствую вас. Я думаю, что, конечно, любой мужчина будет по-разному воспринимать подобный момент, потому что все-таки отношения между людьми складываются крайне уникально. Вот, и очень многое зависит от человека, конечно же. Но я думаю, что в некоторой степени мужчина будет метаться между восхищением, между сожалением о такой женщине и чувствуем, что, вероятно, он для неё не был слишком значим, потому что она, по мнению мужчины, который является, как правило, собственником, да, то есть все мужчины в некоторой степени являются собственниками в той или иной степени, вот. Для мужчины, как для собственника, конечно, то, что произошло, может выглядеть как проявление того, что он для женщины был недостаточно значимым и недостаточно ценным, даже несмотря на то, что она о нём вспоминает, ведь, ну, ведь он об этом не знает, о том, что она о нём вспоминает, да? Вот, и, соответственно, мужчина может просто думать, что он, возможно, никогда женщине-то на ужине не был, вот. Хотя, безусловно, это не так. Тут ещё очень многое зависит от того, как мужчина воспринял спокойный разговор, да? То есть, если мужчина воспринял спокойный разговор как проявление силы, как проявление значимости, как проявление доброй воли, да, то это один момент. Если мужчина воспринял спокойный разговор в каком-то другом ключе и в другом контексте, например, то это, конечно, уже несколько другая история совсем, и можно говорить о том, что идёт, как бы, индивидуализация того, что произошло. Вот. В целом, мужчина может считать, что женщина чувствует себя непогрешимой. В целом, мужчина может считать, что женщина ощущает себя ни в чём не ответственной. Ну, вот. Потому что, всё-таки, ну, факт наличия измены, это всегда свидетельство некоторых проблем в отношениях между, 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 ну, между партнёрами. И, соответственно, соответственно, если измена возникает, то это может в том числе свидетельствовать о том, что в паре есть проблемы, а за эти проблемы несут ответственность всё-таки оба партнёра, а не только один партнёр. То есть было бы несправедливо думать, считать, что только один человек ответственен за то, что произошло. То есть, да, мужчина, он изменил, мужчина, он изменил, он проявил, проявил, образно говоря, слабость, да, мужчина показал себя слабым. Это так, я не думаю, что кто-то будет от этого отказываться, да, то есть, ну, только очень недалёкий человек будет считать, что то, что произошло, просто что-то произошло, это свидетельство какой-то его силы, да и так далее. Вот, но вместе с тем вы, такое ощущение, что если это про вас идет речь, то женщина своей ответственности не видит. И для мужчины это всё-таки, всё-таки и негативная сторона вопроса тоже. Ну вот, что-то ему можно сказать, что женщина, ну, могла бы как-то дать о себе знать, могла бы как-то заявить о себе, могла бы как-то показать, что ей важно, ей важен мужчина, вот, возможно, речь идет в том числе и о, допустим, ну, допустим, наличии второго шанса, то есть, ну, как-бы, мужчина может ждать второго шанса, потому что секс для мужчины это не то же самое, что секс для женщины и, соответственно, если мужчина относится к сексу по-другому, если мужчина относится к сексу иначе, чем женщина, вот, то, соответственно, он может ожидать от женщины чего-то в его реальности приемлемого и вполне возможного, вот. То есть, гордость, гордость всегда это закрытость определенная, гордость всегда это определенное, ну, такое, знаете, отдаление от человека, что ли, вот, гордость всегда это что-то такое, что ручит, ну, ручит барьеры между людьми и людьми, вот. Я не хочу ни в коем случае сказать, что женщина должна прощать то, что случилось, да, я не хочу ни в коем случае сказать, что женщина должна прощать это, хочу сказать, что женщина должна как-то вот идти на поводу, да, но я хочу сказать, что чувства, если они есть, если они были, они могут справиться с любыми, в общем-то, проблемами, с любыми, в общем-то, трудностями, и измена здесь, на мой взгляд, не является исключением, да, не является какой-то, вот, ну, чем-то непреодолимым, вот, если есть, если есть, если есть, конечно, желание эту проблему решать, потому что если, а, такой, если такого желания нет, если нет желания решать проблему, если нет желания преодолевать, смотреть, исследовать, почему, а, ну, почему, да, почему вот так произошло, почему так случилось, если нет такой потребности, то, конечно, в таком случае, а, это все конец, и, мне кажется, что вопрос, а, который вы задаете, ситуация, которую вы описываете, а, свидетельствует о том, что женщина, она сама испытывает чувства к мужчине и хотела повернуться, а, к нему, вот, и женщине в этом смысле, в этом, в этом случае, лучше, а, для ее самой будет, а, признаться, а, признаться в том, что она этого хочет, признаться в том, что ей это нужно, признаться в том, что для нее это важно, ибо, может быть, может быть, измена она уже простила, Необязательно, не обязательно, это так, не обязательно что-то, ну, что-то действительно имеет место быть, ну, необязательно, но возможно, возможно так, конечно, нужно разговаривать, конечно, нужно исследовать, нужно сделать все, чтобы такая ситуация не повторилось, нужно сделать все, чтобы такая ситуация больше не возникла. Но если, если желание быть вместе есть, если чувство есть, то все возможно. И, коли женщина ждет какого-то шага от мужчины, то здесь ее может как раз таки подстерегать разочарование, потому что гордость это то, что сжигает масты. То есть, если человек поступает гордым, то это, безусловно, его право, никто этого права не может отнять у человека. Но если человек гордый, если человек поступает гордым, то в таком случае он не может рассчитывать на то, что к нему будут, ну, навстречу к навстрече ему будут случаться какие-то шаги к сожалению. Потому что впечатление такое производит человек. Да, измена это всегда травма. Это так. Это правда. Измена это всегда травма. Но травму, если это травма, травму можно преодолеть. Травму можно пролечить, травму можно пережить, ее можно прожить и так далее. То есть, это больно. Это больно, это болезненно, это ужасно, но это нестертельно. И вопрос заключается в том, хотите ли вы, например, сами что-то с этим делать, если это все-таки про вас идет разговор. Хочет ли девушка что-то делать, хочет ли девушка что-то менять, к примеру. Если хочет, то хорошо. Если она хочет что-то менять, то отлично. Можно в таком случае действительно отношения оставьте в таком случае. Вот. Но если девушка настаивает на том, что, к примеру, все закончено. Если девушка настаивает на том, что, ну, будущего у отношений, например, нет. Если девушка настаивает на том, что, как бы, эм, что измена, это конец. Вот. А это ее право. Ее право так думать, ее право так считать, в принципу. Да? То есть она вольно, она вольно, она вольно так думать, она вольно, эм, такой подход использовать. Вот. Если девушка уверена в своей право, то в таком случае нужно смотреть на то, почему она постоянно вспоминает о своем бывшем мужчине. То есть, может быть ей чего-то не хватает, не хватает. Эээ, но...сейчас. Может быть ей что-то нужно, может быть она чего-то хочет, может быть ей чего-то не достаёт, может быть она чего-то, например, ээ...боится и всему прочему. То есть это всё нужно исследовать, если девушка уверена в том, что не хочет обнажения возвращать. Вот, поэтому я думаю, что здесь вот в принципе такой можно дать ответ, здесь в принципе такой можно дать комментарий по данным вопросам. Ну действительно, действительно, действительно мужчин очень много, действительно, все мужчины они абсолютно по разному воспринимают ситуацию, которую вы описываете, потому что очень многое зависит от контекста, очень многое зависит от характера отношений, очень многое зависит от того, почему вообще произошла измена, да, то есть, ну, что послужило ее причиной, потому что дыма без огня не бывает, как бы, вот, это очень, очень важный момент, что дыма без огня не было, вот, и что какие-то проблемы в отношении имеют, ну, имеют место быть, значит, вот, и, соответственно, если вы опишите, например, мужчину, о котором идет речь, то можно будет, возможно, более конкретно, более конкретно сказать именно про мужчину, о котором идет речь, вот, а пока что это просто какая-то унификация, что ли, происходит мужчин, да, ну, просто унификация мужчин происходит, вот, на мой взгляд, это обесценивающе по отношению к мужчинам, ну, и к людям вообще, вот. Такая вот, то есть, такая вот история, я понимаю ваше искание, я понимаю, почему вы хотите, хотите узнать этот момент, но что вам даст ответ на этот вопрос, что вам даст, именно ответ на этот вопрос, что вам даст, что он вам даст Для себя, т.е. допустим, мужчина думает о вас, к��меро, ну, к примеру, мужчина думает о вас, допустим, негативно, что для вас это меняет, допустим, мужчина думает о вас позитивно, что для вас это опять же меняет, вот. Так мне кажется, что очень здорово было бы, если бы вы для себя эти аспекты определили, потому что от этого зависит, наверное, в том числе ваша дальнейшая позиция, то, что вы будете делать, то, как вы будете делать, как вы будете себя вести дальше, ну, в дальнейшем, вот. Я думаю, так, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Вот. Я хочу сказать, что это не является истиной в последнем смысле. Я не хочу, чтобы вы думали о том, что это я говорю без, допустим, сильно сомнения, это не так, вот, сомнения всегда есть и информации вы подоставили очень мало, но, надеюсь, мой ответ будет вам полезен в той или иной степени. надеюсь, что вы для себя что-то, ну, что-то новое для себя для открытой, что-то новое для себя, а... Услышится в моём ответе. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится.